Борьба с коронавирусом продолжается и жители Карачаева, Черкесии все чаще вакцинируются. В целом, темпы вакцинации в нашей республике, конечно, оставляют желать лучшего. Но есть населенные пункты, где скоро не останется ни одного жителя, который бы не сделал прививку. И именно там отмечается самый низкий уровень вновь инфицированных. Большинство жителей села Курджинова уже привиты от коронавирусной инфекции и говорят, что это вопрос нежелания, а ответственность. Елена Бенгард преподает школьникам историю и общество знания и считает, что вакцинироваться должны все. Каждый человек имеет право сделать свой выбор. И я его сделала. Я вакцинировалась. Прежде всего, для того, чтобы уберечь свою семью и себя от осложнения заболевания коронавирусной инфекцией. К сожалению, были близкие и родственники, дальние родственники, которые переболели коронавирусной инфекцией. И были случаи очень тяжелого заболевания. Поэтому, прежде всего, я сама вакцинировалась. Затем объяснила своей семье, что это нужно сделать. Это просто необходимо. Такие примеры сегодня есть у каждого. Именно поэтому преподавательский состав второй школы Курджинова привился в полном составе. Самое эффективное средство защиты против инфекционных болезней – это, конечно же, вакцинация. В приоритет первого уровня на вакцинацию входят медицинские работники, социальные работники и, конечно же, педагоги. Наш коллектив в полном составе – 35 человек – привился в мае. И сейчас готовимся к вакцинации, к ревакцинации. Мы понимаем свою ответственность, так как мы работаем с детьми и с их семьями. Стоит отметить, что здесь с самого старта прививочной кампании отнеслись к вакцинации очень серьезно. Поэтому сейчас большинство жителей Курджинова уже проходят ревакцинацию. На территории Куржиновского сельского поселения проживает 6800 человек. Состоят Куржиновское сельское поселение из четырех населенных пунктов – это Куржиново, Псимон Азиатский и Рашкао. Большая часть населения привиты, и те, которые были привиты в начале года, идут на ревакцинацию. Причем все идут не только сами, но ведут также свою семью и своих близких. Также и администрация Ногайского района еще с первой пандемийной волны активно следит за тем, чтобы жители населенных пунктов соблюдали все предписанные антиковидные меры. Для этого депутаты сельских поселений регулярно занимаются просветительской работой с земляками. Рассказывают о важности и безопасности вакцинации. И это дает свои плоды. Сейчас в Ногайском районе привито более 80% взрослых. Во-первых, для наглядности мы провели всех работников администрации наших подразделений. Они все прошли прививку. Сами на своем примере показали. В дальнейшем еженедельно каждый руководитель отдела управления докладывал мне, сколько встреч у него было по агитации с населением. Кроме того, я сам выезжал в каждое поселение, проводил, будем говорить, с активом поселения беседы, которые дали результат. Кельди Хасанова проработала фельдшером около полувека и за это удостоена почетного звания ветеран труда. Кельди Исмаиловна привилась еще в июле, чтобы обезопасить себя и близких. И считает это действенной защитой от вируса. Сейчас она готовится к ревакцинации, которую сделают уже в январе. Видите ж, какое положение. Мы думали, ой, грипп, ой, там это. И от гриппа прививались мы. Когда мы начали работать, вообще я пришла молодая. Мы не знали, что такое прививки. Как без прививки? Прививки начинаются с роддома. На третий-пятый день делают от ПЦЖ. Никто не отказывался. Как пришла эта инфекция, прямо все перепугались. Хотите жить? Надо прививаться. Напомним, что в Карачаево-Черкесии от коронавируса уже привилось почти 145 тысяч человек. А оба этапа вакцинации завершили более 136 тысяч жителей республики. Стремление создать коллективный иммунитет в отдельно взятом коллективе набирает в нашей республике серьезные обороты. Особую роль в форсировании прививочной кампании играют руководители социальных учреждений, чьи подчиненные ежедневно контактируют с огромным числом людей. Так, например, в школе Аула Хумара вакцинирован весь педагогический состав. Марина Остежева о коварном вирусе знает не понаслышке. Заразилась она на пике второй волны и попала в ковид-госпиталь. Болела очень тяжело и после выписки приняла для себя принципиальное решение. Симптомы очень ужасающие. Скачет температура, одышка, кашель сухой, непередаваемая слабость. Ну, так я и переболела. Осложнений у меня не было. После прививки я не почувствовала. Да, болезнь это дает о себе знать. Носим маски, защищаемся. После контактов с детьми обрабатываем руки, моем, обрабатываем антисептиком. А вот Риту Беслинееву ковид пощадил. Она переболела бессимптомно. Но, как у опытного биолога, нет никаких сомнений в пользу вакцинации. Вы знаете, наверное, мое решение было одним из самых быстрых. Потому что я биолог с 40-летним стажем. Потому что я очень хорошо знаю историю создания вакцины. Я провакцинировалась. Я провакцинировалась. И в январе месяце, в январе месяце, проходит мой, истекает мой срок. И я буду ревакцинироваться. Абсолютно ничего я не почувствовала. Ни повышения температуры, ни слабости, ни головокружения. Следует отметить, что абсолютно весь коллектив школы уже привился. А треть даже ревакцинирована. За весь этот период ни один из моих коллег не попал в госпиталь. Не переболел в тяжелой форме. Контактные были. Но даже они, среди наших коллег, не проявились никакие симптомы. Поэтому были случаи, когда они, как контактные, оставались дома. Но все они, скажем так, в рабочем режиме постоянно. Также всем коллективом привились сотрудники ремонтно-эксплуатационной газовой службы по Хабесскому району. Ведь пандемия не отменяет ни аварийные ситуации, ни плановые проверки газового оборудования. Что приводит к тесному общению с большим числом людей. Прививку сделали все 66 сотрудников. Мастер Азамат Кохов вакцинировался еще в марте. И признается, что считает это дело обязательным. Хотя бы, чтобы не подвергать опасности других людей. Мы, когда к людям приходим, чтобы они тоже были уверены, что мы вакцинированы. Что мы не можем их заразить. И для себя, для дома, для старших. Чтобы их тоже не заразить. Сделал прививку и молодой специалист Эльдар Шибзухов. Каждый день он с коллегами минимум пять раз выезжает по разным адресам. Поэтому считает необходимым обезопасить и себя, и абонентов. Я считаю важным для безопасности. Как так мы работаем с людьми, для безопасности людей и для коллег. Важность коллективного иммунитета понимают и в Медногорской детской школе искусств. Сейчас учреждение работает в полную силу. А родители без страха отправляют детей учиться. Надежда Сузева уже четверть века ставит голоса будущим артистам. Одной из первых в школе искусств поставила вакцину. И считает, что ради всеобщей безопасности всем землякам нужно последовать ее примеру. Я сама мать. У меня двое детей. Я должна быть здорова, чтобы воспитывать их. Опять же, я работаю здесь. Я должна быть, как сказать, мои дети должны знать, что я безопасна для них. Поэтому я думаю, что это как бы долг каждого вакцинироваться и не представлять опасности для других. Статистика показывает, дети – одни из активных переносчиков ковида. И чтобы защитить себя и свои семьи, большинство сотрудников школы вакцинировались сразу, без задних мыслей. В моем классе занимается большое количество учащихся. Я прежде всего думаю о здоровье, о своем здоровье, о здоровье своей семьи, здоровье своих учащихся и их родителей. Поэтому я сделала вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Так как считаю, что вакцинация – это как бы как ремень безопасности, который может нас защитить. Словом, примечательна эта школа не только своими талантливыми воспитанниками, но и ответственными преподавателями, вакцинация среди которых составляет 100%. Пандемия коронавируса не только вселила в людей страх за свою жизнь и здоровье, но и стала причиной ограничения семейного общения. Дети и внуки боятся приезжать к своим пожилым родителям, чтобы не стать невольной причиной их заражения. Но есть семьи, в которых эту проблему решили путем вакцинирования самых старших. Великая отечественная, потом депортация. Долгожитель из нового Карачия Шеренби Эльканов видел все это собственными глазами. Сейчас ему 89, и он не любит вспоминать о тех событиях, больше обращая внимание на позитивные события. У Шеренби Хазировича пять дочерей. Подрастают внуки и правнуки. Семья для него – главная радость. У меня есть пять дочерей. Девять внуков-внучат и два правнука. Все дети у меня пять дочерей с высшим образованием. Вот их мать работала в совете начальником, главным бухгалтером. В данное время они проживают в городе Кисловодске. Они приехали повидаться, естественно, дистанционно учатся. Несмотря на почтенный возраст, Шеренби Хазирович по сей день работает ветеринарным фельдшером в своем поселке. С началом пандемии стало сложнее, признается старейшина. Нужно быть осторожным, ведь коронавирус может подстерегать где угодно. Поэтому он никогда не выходит на улицу без маски. А недавно Шеренби Хазирович и вся его семья вакцинировались. Но и теперь не перестают соблюдать меры предосторожности. Они все у нас вакцинированы дочкой. Конечно, детей не вакцинированы, но старшие вакцинированы. Оберегаем, живем. Я еще не переболел. Я вакцинировался 31 марта 2021 года. 42 дня закончил после вакцинации. С тех пор я не болел, но никогда я маску не бросаю. Хожу в маске, никогда в толпу не лезу. Шеренби Хазирович считает, что вакцина в тандеме с соблюдением всех антиковидных мер – единственный способ победить пандемию. Дорогие мои, дорогие мои относельчане, да и дорогие мои россияне, прошу вас, не зевайте, вакцинируйтесь, берегите себе своих соседей, берегите своих детей, берегите будущее поколение. Вот раньше болели старики, а сейчас уже болезнь докрался до молодых. А в администрации аула Кызылуруб признаются, что часть местных жителей к вакцинации относятся без энтузиазма, но только не Хусей Тикеев. В этом году он отметил 70-летний юбилей и считает, что пожилым людям особенно важно позаботиться о своем здоровье. У меня сахарный тибет, и у него большая тибетка. По телевизору смотрю, постоянно говорят, прибываться надо, прибывку надо делать. Ну, я решил, спошел. 30 апреля. Хусей Хазирович вакцинировался в числе первых и буквально на днях уже собирается на ревакцинацию. В семье Тикеевых пятеро детей и 14 внуков. Все они, конечно, хотят чаще приезжать в гости к бабушке и дедушке, но боятся принести им инфекцию. У меня в соседях почти все переносили плохо, хорошо, не знаю. А вот женщина через дом умерла в моих годах. Она болела, в Черкесии привезли мертвого. С тех пор я боюсь, еще думаю, прибывку делать. Еще с внуками хочется жить. Между тем, эпидемиологическая ситуация в населенном пункте продолжает обостряться. Людей каждый день ложат в больницу с таким вот диагнозом, что коронавирус и все такое прочее. Слышим каждый день. Человек добровольно пошел на прививку. Всем рекомендуют это делать. Тем более, что вокруг соседей, говорит, большинство переболели уже. И есть, которые заболевшие. Решение о вакцинации каждый принимает для себя сам. И каждый выбирает, позволит ли вирусу стать преградой для общения с близкими или же защитить себя и их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова